Даже если где-то это было и не совсем с музыкальной точки зрения правильно, то она очень умела обыграть эту ситуацию и всегда выглядела на сцене просто замечательно. И я думаю, что именно благодаря этому за нас и голосовали зрители. Вас все время поддерживали больше зрителей, вы были там, по сути, ну, не знаю, очень часто попадали в номинацию на вылет, может быть, чаще, чем все. Это не потому, что я пел хорошо, это потому, что Наталья красиво улыбалась. Ну, все-таки, наверное, шестое место, а что-то шестое место везде. Везде шестое, но я колдун, у меня цифра шести. Да, где-то что-то колдуете. Ну, наверное, не место важно было в этом проекте, потому как все-таки первый канал, уровень, участие, быть, показываться. Это действительно так, потому что подобные проекты, они, в общем-то, это же не конкурсы. Здесь нельзя объективно оценивать артистов из разных поколений, тем более пары, поющие, не поющие человек. В некоторых парах оба человека пели когда-то, может быть, сейчас каждый занимается из них разным делом. А в целом, это такой фестиваль, точно так же, как и конкурс Евровидения, пожалуй, я могу сравнить. Это не конкурс, как Олимпиада, кто быстрее пробежит или кто там громче крикнет. Это настроение, каждый номер имеет индивидуальную окраску. И, конечно, бывают случаи, как, например, в этом году с Александром Рыбаком, когда все проголосовали единодушно. Но в основном каждый голосует по-своему, и у каждого свои любимые артисты, свои любимые песни. Я знаю, что вы пишете рассказы в жанре фэнтези. Можете ли вы издать книжку? Вы знаете, я пишу рассказы в жанре фэнтези, но они у меня очень кровожадные. Я вот не знаю, издавать их или нет. Может, их сразу нужно оформить как сценарий и сыграть в этом фильме главную роль? Я с удовольствием бы исполнил главную роль, исполнил бы того персонажа, которого я описываю в своих рассказах. Это старый дедушка, который ведет свою многочисленную армию к себе домой после войны. Здорово. Ну, а может быть, не знаю, что должно случиться, чтобы вы это опубликовали? Ну, должно случиться, наверное, чтобы я закончил этот рассказ, один из этих рассказов. Потому что все-таки времени очень мало отводится для этого занятия. Постоянно какие-то переезды, какие-то перелеты, какие-то съемки. Надо со всеми пообщаться. И думаю, что я обязательно это выпущу. И условий тут никаких быть не может. Это обязательно случится. Что Москва? Москва приняла вас уже как своего человека? Или все-таки вы себя чужим чувствуете? Ну, тут двоякое ощущение у меня на этот счет. Потому что вроде я всю жизнь прожил в Минске, а потом уехал в Москву. И вот сейчас живу в Москве. Но свыкнуться с Москвой, наверное, мне тяжело. Потому что там все по-другому. Вот в Минске, наверное, потому что город меньше. Как-то все более душевно, что ли. В Москве, в крупном городе, очень большая какая-то скорость смены событий. И очень много нечестных людей, которые постоянно тебя норовят что-то сделать плохое. И ты должен постоянно быть на чеку. С этим, конечно, сложно смириться. Но учишься быть плохим, в конце концов. И что-то получается тогда. Получается, в Москве нужно жить, работать, бороться и чего-то добиваться. А в Минске жить спокойно, для души. Я в Минск сейчас езжу отдыхать. Я приезжаю и прям так прихожу домой в Минске и расслабляюсь просто. Правда, что у вас девушка в Минске? Да. Вы приезжаете к ней и уже с ней можете провести какое-то время? Приезжаю, и она ко мне приезжает. Но мы с ней очень давно. Очень давно. Вообще странно, отношения на расстоянии довольно-таки длительное время. Как они выживают в суровых условиях шоу-бизнеса? Ну, это, наверное, все-таки специфика характера моего. Потому что многие, достигая славы, достигая каких-то успехов, просто теряют голову, и у них начинается вот эта вот вся жизнь. У меня как-то не было такого. Я всегда очень холодно относился. Наверное, сказывается то, что я всегда занимался естественными науками, занимался химией. Химией по образованию университет закончили. Такое более приземленное ощущение жизни. То есть, если закат розовый, то он розовый не потому, что это розы там где-то, а потому, что он розовый с точки зрения рассеивания света. Я на это смотрю более прозаично. Да, иногда это скучно. Но, конечно, это помогает мне быть постоянным в своих отношениях. С людьми, не только с девушкой, но и с друзьями, и с какими-то партнерами. Дмитрий, спасибо вам за беседу. Наша беседа, к сожалению, заканчивается. Я желаю вам... Знаете, вот мне показалось, что вы где-то в себе ищете какого-то такого серьезного злого человека. На самом деле вы не являетесь таким. Пусть этот серьезный злой человек помогает вам выживать в Москве, а вот этот хороший добрый, которого я вижу, приходит сюда ко мне в гости. Спасибо вам. Удачи. Будьте счастливы. Спасибо и вам. Всего хорошего. Это была программа «Дивись, кто пришел». До нас приходит співак Дмитро Калдун. Я, Наталья Симонівна, зустрянусь с вами уже у наступной программы. Побачимось на телеканалі ТЭП.